Здравствуйте! В эфире Амурского областного новости в студии Мариана Геворкиан и сегодня в выпуске. Первый раз в первый класс в школах области начался новый учебный год. По новым правилам в сентябре россиян ожидает череда нововведений. В тройке лидеров дальневосточники считают Амурскую область привлекательной для туристов. Первый звонок прозвенел в школах Преамурья на торжественной линейке. Собрались 96 тысяч учеников области. Впервые за парту сядут больше 10 тысяч ребят. Отметили День знаний в Благовещенском лицее номер 6. Там ученики кадетских классов юнармии МЧС пронесли знамя, подарили первоклашкам символичный ключ и организовали флешмоб. Учить в школе, учит в школе, учит в школе. Вычитать и умножать, малышей не одержать. Учить в школе, учит в школе, учит в школе. Я так хотела в школу, а в садике неинтересно. А в школе почему интересно? Потому что там делаешь уроки, учительница слушается. Трат, слава богу, не очень много. Основные траты были по форме. И самая подготовка была выбор школы. То есть мы пересмотрели много школ, определились на этой школе. Надеемся, будем хорошо учиться. Летом тоже хорошо, но в школу тоже хочу, потому что знание же нужно, чтобы вырасти, обрести свой дом, чтобы зарабатывать деньги и кормить семью и себя. Дома очень мало друзей, а в школе много одноклассников, друзей, учитель самый любимый. У нас новый профиль. Это инженерно-технический класс. Мы открыли пятый. Начинаем работать. Это робототехника. Это углубленные уроки математики. Это информатика. Тоже углубленные уроки. Иностранный язык. И в этом году мы открыли гендерный класс. Девочки, которые будут заниматься. Будем готовить их. Из них переводчиков и журналистов. Хочу стать военным. В армии по контракту пойти. Мы еще не только МЧС, мы юная армия, только сегодня мы не в форме. Нам очень нравится, потому что это действительно, мне кажется, будет пригодиться в жизни. У вас какие-то специализированные предметы есть? Нет у нас просто больше уклона в физкультуру. Уча в школе! Александр Козлов рассказал детям о полезных ископаемых области, о заповедниках и заказниках Преамурья. На память о встрече губернатор подарил школьникам книги о Норском заповеднике. Мы с охотобществами встречаемся, объясняем друг другу, подсказываем, как себя правильно вести, изменяем законы постоянно. Постоянно боремся с браконьерами, которые тоже ходили в школу, тоже заканчивали институты. Глаза яростью наливаются и несутся. Глаза ловишь их, а у него там в багажнике, в УАЗике, по 20 косуль, еще что-то. Ну, что-то до такой степени голодный, правильно, чтобы так делать. В Преамурье в этом году за школьные парты сядут почти 250 овенкийских детей, еще около сотни пойдут в детские сады. Изучение овенкийского языка включено в учебный план четырех школ и одной дошкольной организации северных районов Преамурья, где живут коренные малочисленные народы. По данным Министерства образования области, 1 сентября в Зейском, Тыненском и Селемжинском районах за школьные парты сядут около 360 школьников, около 250 из них – эвенки. Поэтому обучение эвенкийскому языку в школах северных районов включено в общую программу обучения. Уроки родного языка и литературы проводятся как в школах, так и в детском саду. Также с 2006 года успешно работает кочевая школа. В ней процесс обучения проходит без отрыва от семьи. В прошлом году по программе начального образования обучались 7 человек. Учитель Уснюжинской школы разработал программы изучения эвенкийского языка. Эти программы были рассмотрены экспертным советом Министерства образования и науки Амурской области и рекомендованы для использования во всех школах Амурской области, где изучается эвенкийский язык. Эти программы прошли рецензирование в Государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге. Астрономия с 1 сентября войдет в обязательную школьную программу. Однако эта дата обозначена как ориентир. Учебные заведения самостоятельно принимают решение о включении старого нового предмета в расписание. Либо с осени 2017 года, либо с января 2018. Определяющим здесь является фактическая готовность школы к качественному преподаванию астрономии. В целом в сентябре россиян ожидает череда нововведений. Законопроект об отмене бесплатного провоза багажа в самолетах для пассажиров с невозвратными билетами вступит в силу в сентябре. Документ снимает с авиаперевозчиков обязанность бесплатно провозить багаж минимальной массой 10 килограммов. Владельцы же возвратных билетов смогут провозить его по-прежнему бесплатно. Платить им придется только в случае перевеса. Для участников ДТП с 25 сентября разрешено обращаться к своему страховщику за выплатами по ущербу и в случае аварии с участием трех и более машин. Ранее прямым возмещением убытков потерпевший мог воспользоваться только в случае, если столкнулись только два авто и люди не пострадали. Больше качественной рыбы с 1 сентября вступает в силу технический регламент о безопасности рыбы и рыбной продукции. Он контролирует процессы производства, хранения и реализации рыбы. Документ впервые устанавливает нормы допустимого содержания влаги в мороженой рыбе. Кроме того, производителям запретят или обяжут их резко сократить добавление в рыбу стимуляторов роста, которые вредны для здоровья. 1 сентября провели индексацию стипендий. Они выросли почти на 6%. Также отменили интернатуру. С 1 сентября последипломная годичная практика студентов медвузов отменилась. При поступлении в ординатуру студенты должны будут сдавать аккредитационное тестирование. В Амурском Минобразовании и Науки новый руководитель ведомства возглавила Ольга Варсанова. С новым министром встретился глава при Амуре Александр Козлов. Ольга Варсанова, коренная благовещенка, окончила Благовещенский государственный пединститут. Больше 10 лет проработала учителем начальных классов. Три года занимала должность заместителя начальника отдела образования администрации Благовещенского района. С 2010 года Ольга Варсанова трудилась в Министерстве образования и науки при Амуре. Амурские аграрии закупят почти 90 российских сельхозмашин. Кировцы и комбайны завода «Рост Сельмаш» планируют получить в рамках программы субсидирование. Благодаря господдержке сельскохозяйственную технику покупают со скидкой 20%. В этом году в рамках программы технику продают около 60 заводов-изготовителей, причем список предприятий регулярно пополняется. У аграриев есть возможность закупить тракторы, пассивную технику, зерноуборочные, почвообрабатывающие машины. В общей сложности в этом году сельхозпроизводители Приамурья заключили около 100 договоров на поставку больше 120 единиц различной техники. Общая стоимость – 650 миллионов рублей со скидкой 140 миллионов. Амурская область заняла третье место в рейтинге туристической привлекательности среди регионов Дальнего Востока. Опрос проводили на сайте Минвостокразвития. У дальневосточников спросили, что нужно для того, чтобы туризм в округе динамично развивался. Также им предлагали выбрать один регион, который является самым привлекательным для туристов. По итогам голосования Амурская область вошла в тройку лидеров. Второе место у Камчатки. Первое занял Приморский край. По мнению голосующих, привлечь туристов на Дальний Восток поможет строительство новых высококлассных гостиниц. За этот вариант проголосовало большинство участников опроса. Узнать о долгах по налогам в режиме онлайн, минуя очереди, в Благовещенске на три часа открылся мобильный офис Федеральной налоговой службы. Машина с опознавательной символикой приехала в район одного из торговых центров. Там же сотрудники ведомства раздали более 200 листовок с информацией о вариантах погашения задолженности. Для того, чтобы получить информацию о своем долге, нужно было предоставить документ, удостоверяющий личность. Затем налоговые инспекторы распечатали квитанции с указанием суммы, которую необходимо заплатить. Одна из самых больших задолженностей, которую удалось выявить во время таких акций, превысила 200 тысяч рублей. Это был транспортный налог. Воспользовались услугами мобильного офиса, в этот раз около 60 горожан. Подобные акции с выездом мобильного офиса налоговой службы мы стараемся организовать в местах массового скопления людей. В частности, возле крупных торговых центров. Так как в них установлены терминалы, и получив квитанцию на оплату налога, человек может сразу же и оплатить. Более сотни амурских полицейских показали свои навыки стрельбы из боевого оружия и пробежали дистанцию в 3 километра. В областной столице прошло личное командное первенство по летнему служебному биатлону. В этом году соревнования провели на лыжной базе «Динамо». Состязание посвятили памяти Евгения Байлова и Павла Мосягина, сотрудников полиции, погибших при выполнении служебного долга. В двух видах соревнований поучаствовали 25 команд. Их представили различные службы и подразделения органов внутренних дел Амурской области. Практически все подразделения Амурской области и аппараты ОВД приняли участие в данном первенстве, потому что оно включает в себя те навыки, которые необходимы сотруднику органов внутренних дел не только на соревнованиях, но и в повседневной практической деятельности. По итогам соревнования в командном первенстве первое место занял отдел Росгвардии. Серебро досталось команде из Бурейского района, замкнуло тройку лидеров управления уголовного розыска МВД. Победителей наградили кубками и дипломами. И вернемся к теме 1 сентября. После торжественных линеек школьники Благовещенска и их родители собрались на площади УКЦ. Здесь десятки студий и секций боролись за внимание детей и приглашали новых воспитанников. Чем можно занять своего ребенка и какие кружки выбирают юные благовещенцы, узнавала и наша съемочная группа. Я рисую звонок и карандаш, потому что мне нравится рисовать. Станет ли семилетняя Верочка художником, танцовщицей или спортсменкой – выбор, конечно, непростой. Чтобы найти своему чаду занятия по душе, на площадь УКЦ пришли сотни родителей. Каждая секция студия завлекает как может. К примеру, спортсмены устроили показательные выступления – ушут, хэквондо, тайский бокс, карате. В Благовещенске десятки спортивных организаций, которые готовы принять юных чемпионов. Карате – очень развивающийся вид спорта в первую очередь, в последнее время. И детей, очень много идет детей, начиная с 4-х лет. Как раз в прошлом году мы открыли направление детей именно 4-6 лет, группы. Когда детки приходят, занимаются, в первую очередь отличие от других боевых искусств является то, что в карате не бьют руками в голову. То есть это принципиально важно, мне кажется, для любого родителя. Освоенные за несколько лет трюки показывают воспитанницы цирковой студии. Такие умения пригодятся даже в школе. Лера уже 4 года занимается с обручем и говорит, что на каждом школьном празднике выступает со своим номером. Вообще, мы когда пришли записываться, я не знала, куда пойду. Было много выборов, но все-таки остановилась на цирковой студии. Я занимаюсь обручами в основном. Зову же 5 обручей. Если честно, хочется завести шестерку, но это трудно. Зовут первоклашек и в музыкальные школы Благовещенска, причем весьма интересным способом – барабанами и битбоксом. Ждут новых воспитанников из студии танцев. Всего завладеть детским вниманием старались больше 50 площадок дополнительного образования. Самбо. Почему? Потому что там можно замедление человека завалить. Первый класс пошли, сын пошел на карате, а дочка с 4 лет танцами занимается. Обязательно нужно развивать ребенка. Спорт. Без него никуда. Поэтому мы поддерживаем. Между тем, еще до начала учебного года больше 26 тысяч благовещенских детей уже записались на кружки и секции. Марьяна Геворкян, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Самые яркие моменты из жизни многодетных семей при Амуре смогут увидеть благовещенцы на фотовыставке, которая открылась в одном из развлекательных центров. Экспозиция будет работать до 15 сентября. Выставку, на которой представлено 40 снимков, 13 семей Благовещенска организовали активные мамы города. На фото родители и дети танцуют, поют, играют в футбол или собираются в поход. Над созданием снимков трудились 4 фотографа. Съемки проводились очень быстро. В течение дня мы всех отсняли, все семьи выбрали хороший, замечательный день. Можно видеть на фотографиях, какой он был. К выставке готовились значительно дольше, чем была сама съемка. На самом деле, самый большой итог для нас, это чтобы как можно больше людей узнало о том, что у нас есть такие замечательные семьи, которые активные и принимают активное участие в жизни нашего города. На самом деле, все мамочки, они очень активные, не сидят дома просто так. Относят свой вклад в общество. За понравившуюся фотографию можно будет проголосовать. Семью, за которую отдадут больше всего голосов, наградят подарками. Кстати, на открытии выставки можно было познакомиться с ее участниками. Каждая семья подготовила мини-презентацию. К примеру, Светлана Яйцышина, мама пятерых сыновей, исполнила песню, которую посвятила свадьбе старшего сына. Все дети у нас активные, и спортом занимаются, и интеллектуальные развития мы не забываем. Ходят и на ментальную математику, и на волейбол, и на айкидо, хоккей. В общем, все мужские занятия. Материнство – это не страшно, это хорошо, это позитив, это все вместе, один за всех и все за одного. Конкурс международного кино впервые пройдет на фестивале «Амурская осень». На победу претендует 9 картин из 11 стран. Полный список фильмов уже опубликован на официальном сайте фестиваля. Все ленты зарубежных режиссеров в России еще не показывали. В российском конкурсе полнометражных фильмов соревнуются 11 картин, из которых 7 премьеры. Еще 3 продемонстрируют второй раз. По словам организаторов фестиваля, программа в этом году будет насыщенной. Пройдут 6 творческих вечеров, 10 антреприз, 7 полнометражных российских фильмов, 8 коротких метров. Звездная дорожка фестиваля пройдет на площади УКЦ в 18 часов. Торжественное открытие мероприятия наш канал покажет в прямом эфире. Билеты на спектакли и творческие вечера артистов «Амурской осени» разлетаются, как горячие пирожки. На некоторые мероприятия уже вовсе нет свободных мест. Кстати, билеты можно не только купить в кассах УКЦ, филармонии, но и выиграть. С 5 сентября мы запускаем розыгрыш пригласительных на мероприятия «Амурская осень». Билеты на церемонии открытия и закрытия фестиваля, спектакли «Любовь и голуби», «Игроки», «Мой бедный Марат», а также творческие вечера Дмитрия Дюжева, Алексея Булдакова и многих других можно получить бесплатно. Нужно смотреть наш канал с 8 до 9 часов. В программе «Наше утро» ведущие будут задавать вопросы и проводить викторины. Их победители и станут счастливыми обладателями заветных контрамарок. Амурским аграриям показали современные технологии при выращивании сои. Свои новинки в рамках инновационного дня «Поля-2017» представили крупнейшие сельхозпроизводители как техники, так и средств защиты растений. Наш корреспондент Юрий Камышный продолжит тему. В Тамбовском районе Амурской области на базе агроцентра компании «БАСФ» прошел масштабный день поля, посвященный главной сельскохозяйственной культуре Дальнего Востока – соя. Вниманию участников были представлены самые последние инновации в области возделывания и защиты соя, включая представление целой линейки новых высокопродуктивных сортов от ведущих отечественных и мировых селекционных компаний. «Я бы хотел ко всем обратиться фирмам, чтобы мы с вами вели земледелие более по-научному, более обоснованно и чтобы плодородие земли не пострадало». Целую линейку новинок 2017 года для эффективной защиты посева в сои представила компания «БАСФ» – лидер мировой химической отрасли. В Амурской области этого производителя средств защиты растений знают уже давно – много лет на базе агрофирмы «Партизан» работает агроцентр компании, где располагаются опытные участки БАСФ, на которых все ноу-хау компании проходят свою апробацию в условиях региона. «Мы пользуемся техниками гербицидами. По своим полям мы видим, что поля становятся чище, урожай становится больше». Сегодня аграрии могут выбрать для возделывания любой сорт сои – от скороспелой до позднеспелой, отечественной или зарубежной селекции. А вот как повысить урожайность культуры, расскажут специалисты компании «БАСФ». Вот так выглядят растения сои, семена которой были обработаны инокулянтом и без его применения. Разница, что называется, налицо. Первый и выше, и бобов на нем больше, второй – без азотной подпитки, значительно уступает по этим показателям. Кроме инокулянтов, компания продемонстрировала на полях работу таких новинок, как фунгицидный протравитель «Делит Про» – гербицид «Корум». «Продукты БАСФ, если их применять согласно рекомендациям и вовремя, они всегда дают повышенный результат и лучшее качество. Вы сегодня увидите это на поле, потому что это видно невооруженным взглядом». Инновационный день поля, проведенный компанией «БАСФ», объединил крупнейших производителей аграрного бизнеса. Помимо средств для защиты растений, амурским сельхозтоваропроизводителям показали новинки уборочной и посевной техники – новейшие сорта соя. Не случайно организаторы мероприятия и в названии выделили именно слово «соединение». Ведь в одном месте собрались все те, кто живет инновациями, создает, развивает и применяет на практике в сельскохозяйственном производстве. На этом у меня все. Еще больше новостей на сайтах amurlenta.ru и amurobl.tv. Пересматривать понравившиеся сюжеты и выпуски можно в социальных сетях на страничке Амурского областного телевидения, в Фейсбуке и Одноклассниках. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин